Анапчане идут к площади Героев Новороссийска. Школьники и представители Управления по делам молодежи побывали в ключевых точках обороны Малой Земли, небольшого пятачка на входе в Цемесскую бухту, в неприятных для противника 5 километрах от захваченного ими порта. Советские войска обороняли его 225 дней. Там есть своя долина смерти и колодец жизни, единственный источник питьевой воды. Все это дает представление о том, в каких условиях держали оборону. Они не человеческие. Просто смотришь и не понимаешь, как можно было выжить, как можно было сражаться. Тем более в Новороссийске зимой на самом деле ужасная погода. Сегодня, думаю, нам просто повезло, что нет дождя и нет ветра. С учетом, что зимой ветер, дождь, снег, это бора ужасная. И люди не просто шли, они не гуляли, они совершали подвиг, они сражались, они делали что-то для Родины. Просто не понимаешь, как это вообще было возможно. Когда смотришь на эфиран, то хочется просто каждому сказать спасибо. И фраза «спасибо за мирное небо» для меня и, думаю, для ребят, которые вместе со мной приехали, это не просто слова. После минуты молчания от вечного огня зажигают факелы. Ритуал практически не изменился за десятки лет. Это юбилей высадки десанта Куникова на Малую Землю. В свое время, 50 лет назад, это все организовала молодежь. Мы поддерживаем нашу молодежь, которая овеяна духом патриотизма. И, как я сказал, жители города-курорта, города воинская слава, она бы поддерживает эту акцию, поэтому мы находимся все равно в Новороссийске. Огонь везут на бронетранспортере. Колонна движется по центральным улицам к мемориалу, туда, где находился плацдарм. Свечи не только в руках участников шествия, но и в окнах многих жителей окрестных домов. В ночь на 4 февраля 1943 года около 300 морских пехотинцев неожиданно для противника высадились в районе Станички. Это были добровольцы. Их командира звали Цезарь Кунников. Он погибнет 10 дней спустя, а за первые сутки отряд, численность которого удалось довести до 800 человек, отразил 18 атак. Когда боеприпасы начали подходить к концу, кунниковцы захватили немецкую батарею. Изначально десант был отвлекающим, однако большое наступление не удалось и плацдарм сделали основным. В 5 последующих дней на пятачке оборонялись уже 17 тысяч человек. Войска в буквальном смысле вгрызлись в землю. Саперы построили около 500 оборонительных точек. Малую землю удерживали до освобождения Новороссийска. В этих огнях и в тех огнях, которые несли они и мы сегодня вместе с вами, вся наша скорбь, боль и гордость за великий народ, который смог выстоять и защитить свою землю, нашу родину. Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны. Вечная память павшим героям. Новороссийск и Анапу освободили в сентябре 1943 года в ходе большой наступательной операции. В этом году исполняется 75 лет со дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. В Анапе, городе воинской славы, готовятся отметить знаковый юбилей. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.